Перед началом игры Крысар Источных Вод положите на центр стола три корабельных поля. А перед каждым кораблем подготовьте по две кучки плавучего мусора, так чтобы в каждой был один приз и три трофея. Остальные фишки призов и трофеев сложите в отдельные стопки. Далее перемешайте колоду карт с талисманами и откройте первые четыре. Затем выдайте первому и второму игроку по три карты, а всем остальным по четыре. Теперь каждый игрок берет себе четыре Крысара одного клана и выбирает цвет основания для фигурок. Ваша задача заработать как можно больше очков, собирая сокровища разной ценности. Игроки ходят по очереди, выполняя одно из четырех действий на выбор. Взять две карты талисманов, поставить фигурку Крысара на клетку для экипажа, стать капитаном или отправиться в плавание. Возьмите две карты из колоды или ряда карт с талисманами в любом порядке и сочетании. Чтобы захватить больше трофеев, игроки должны занимать на кораблях специальные клетки для экипажа. Они обозначены цифрами 1, 2 и 3. Игрок использует по одной карте талисмана, совпадающую с талисманом корабля, чтобы пройти одну клетку. Таким образом, если выложить две или три карты талисманов, можно сразу пройти две или три клетки соответственно. При этом, если клетка уже занята другим Крысаром, можно пройти мимо него бесплатно. Если ваш Крысар стоит на корабле, а все клетки перед ним заняты, вы можете сыграть одну карту талисмана, чтобы стать капитаном. А если фигурка Крысара еще не стоит на корабле, то нужно потратить три карты талисманов. Если в начале хода один из ваших Крысаров является капитаном корабля, вы обязаны отправиться в плавание. Отправившись в плавание, все члены экипажа подбирают сокровища из ближайшей кучки мусора в следующем порядке. Капитан забирает себе приз и любой трофей. Игрок, чья фигурка занимает следующее место на корабле, выбирает один трофей из оставшихся. А следующему игроку достается последний. Теперь каждая фигурка Крысара, захватившая хотя бы одно сокровище, покидает корабль и возвращается к владельцу. А те Крысары, которым не достались сокровища, остаются на борту и перемещаются на одну клетку вперед. В конце этого действия положите оставшийся мусор перед носом корабля и сформируйте новую кучку, используя фишки и стопки. Игра заканчивается, когда перед носом одного из кораблей не остается плавучего мусора. То есть пока не закончатся фишки сокровищ. Все остальные корабли с капитаном на борту немедленно отправляются в последнее плавание. После этого игроки приступают к подсчету очков за полученные сокровища. Каждый трофей приносит столько очков, сколько указано на его фишке. При этом все съедобные трофеи приносят больше очков в сочетании с определенными призами. Так, например, кетчуп увеличивает стоимость каждой жареной картошки на 5 очков. Очки за кукол и медведей вы получаете только если добавите к ним попугаев. А каждая банка принесет очки, если открыть ее консервным ножом. Желаем вам безумной добычи!